Добрый вечер, в эфире программа «Мажор Совет». Здесь журналисты вместе с гостями обсуждают интересные и актуальные темы. Всю неделю мы следили и продолжаем следить за ситуацией, которая развивается в Екатеринбурге. Для тех, кто может быть еще не в курсе, я напомню, что там масштабный общественный протест вызвало строительство храма в парке в центре города. Люди вышли защитить зеленую зону. Как они говорят, они не против храма в принципе, но против того, чтобы он появился именно в этом месте. И сегодня мы решили обсудить эту ситуацию с нашими гостями. У нас в студии общественные деятели Азиз Сагаев и Багир Шарифов. Меня зовут Екатерина Зубарева и помогает мне сегодня моя коллега Надежда Ведерникова. Всем здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос, который мне хочется задать. Вы за храм или за сквер? Ну что? Ну за ценности. Когда интересы жрут ценности, общество деградирует. Это то, что мы видим. Ценности — это храм. Храм тебе. То есть вы за храм? Вот в Писании прямым текстом сказано «храм в тебе», и кто разрушит его, тот будет очень жестоко наказан. Это люди ведь протестовали не против как такового храма, а в том, что он будет построен в единственном сквере. Да и вообще, у меня, честно говоря, сомнения в религии ли здесь дело, на самом деле. Вот я об этом же. Когда интересы жрут ценности, общество деградирует. Здесь, я думаю, что ценности в последнюю очередь имеют значение. Вопрос интересов, вопрос строительства храма и вокруг него очень, так сказать, многогранных центров продажи, торговли. Во всяком случае, перед тем, как идти на эфир, я обсуждал эту историю с настоятелем храма соседнего Петровым. Но он сказал, что духовенство примерно такой точки зрения придерживается. Очевидно, что там интересы людей, не ценности, а интересы. Они, так сказать, вот как раз церковные служители, веру, так сказать, направляют на свои, как бы, цели, и не факт, что благие. Вот в этом, как бы, и состоит проблема. То есть, подождите, по поводу деградации, я не поняла. Вы считаете, что люди, которые вышли отстаивать этот сквер, они просто деградировали, поэтому они отстаивают сквер, а они выступают за строительство храма. Я правильно поняла? Да нет, конечно. Ну, смотрите, давайте еще раз. Когда интересы жрут ценности, общество деградирует. В данном случае речь идет об интересах и не ценностях. Причем это мнение разделяет в том числе многие, кто, так сказать, обсуждают эту тему вживую в интернете и так далее. То есть, там управляют процессом строительства этого храма интересы, потому что возле храма уже предусмотрено достаточно большое количество, так сказать, мест, ну, как, коммерческой... Ну, там, да, что-то там... Кстати, он построили, а тут надо торговые ряды, там, то есть, люди подходят к храму, в данном случае не как к храму, как к объекту, который может служить центром притяжения, из которого можно извлечь потом, удовлетворяя свои интересы, какие-то там... Ну, вот это перевод, это перевод буквальный. Да, ну, извини, Багир, вот, смотрите, есть сквер, есть будущий храм, и есть протест. И когда говорят, что протест появился потому, что люди, значит, кто-то по своим интересам хочет там построить на месте сквера храм, вот я считаю, что протест не против храма, строительства храма, а протест против того, чего вообще творится. Потому что многие там сталкиваются сейчас верующих, там, например, кто хочет, чтобы было строительство храма, а я бы многим верующим бы сказал, чего мы не протестуем, когда видим разнузданный там разврат по телевидению в прайм-тайм. Нам все время, в семь часов, по всем программам показывают либо прелюбодейство, либо, значит, там, измены, либо богоотвратительство и так далее. Вот это что? Это то, о чем говорит Багир, это разрушение, попытка разрушения храма в душах людей. И почему верующие против этого не протестуют? Потому что эти вещи нынешней власти нужно вбить в голову людей. Потому что верующего человека толкнуть на какие-то неправильные действия, небожеские действия, очень сложно. А человеку, у которого в голове вот такой вот разнузданный беспорядок, разврат, его очень легко купить и толкнуть куда хочешь. Поэтому в итоге, получается, те люди, которые пришли на протест, они против чего протестуют? Они протестуют против существующего порядка. У нас светское государство. Давайте мы, наверное, не будем говорить о том, что люди должны жить там каким-то заповедям и так далее. Каждый сам выбирает, как ему жить и на какие ценности ориентироваться. При чем здесь религия вообще? Вообще при чем здесь религия? Ну, я просто хочу акцентировать, что у нас есть поговорка русская, да, если ты человека назовешь, будешь все время называть свинью, и он начнет хрюкать. И когда у нас все время человека называют, как бы, кем угодно, только не человеком, он превращается в это. Протест в Екатеринбурге — это протест людей против того, что из них хотят сделать. То есть они хотят знать, почему мы не выбираем сегодня своего руководителя, почему мы толком не можем выбрать наших представителей в органы власти, почему власть не наши интересы защищает, а интересы каких-то людей, которые когда-то приватизировали праведно, неправедно, большинство неправедно, с моей точки зрения, и получили огромное количество денег, при этом не соблюдая никаких экологических требований, имеют большие деньги. А теперь что? Отмывая свои грехи перед Господом, строят некий храм. Я хочу зачитать. Сегодня собралась в Екатеринбурге Городская дума, и начали обсуждать этот вопрос. Спустя 8 дней депутаты собрались. И вот короткое резюме обсуждения подвели в интернете. Во-первых, там говорят о том, что протест против строительства кем-то проплачен. Потом обсуждать мнение горожан надо, но можно и не особо стараться. Стройка началась законно, и никто этого не оспорил. Референдум дорого и долго, опрос дешево и быстро. И депутат, один из депутатов сказал, почему мы вообще должны спрашивать людей. Вот это ответ, собственно говоря, на вопрос, почему люди протестуют. Они говорят, что референдум дорого. Мы знаем все страны с открытой демократией, которые, несмотря на то, что это дорого, ежегодно проводят не один референдум. Почему-то не разоряется, а все время находится на высоких рейтингах. Мы говорим о Швейцарии. Мы знаем, когда нам говорят, что это законно, мы знаем сегодня, в каком состоянии находится наше законодательство. Наше законодательство сегодня в руках чиновников, которые трактуют его не по справедливости, не так, как людям должно быть хорошо. Они его трактуют только против интересов людей. В своих, конечно, интересах. Пишутся законодательства таким образом, что один закон противоречит другому. И куда деваться бедному крестьянину. Он, соблюдая один закон, нарушает второй. И в этой ситуации говорить о законности. И мы видим, что очень часто суды принимают решения несправедливые и даже несоответствующие Конституции, только руководствуясь законом. Тем законам, которые не соответствуют Конституции. А потом, значит, на уровне Конституционного суда, Конституционный суд рассматривает политическую целесообразность с помощью своих советников. Кстати, вы знаете, что у председателя Конституционного суда Зорькина дочка является советником председателя Конституционного суда? С помощью советников принимается решение о соответствии какого-то закона Конституции. Вот так нельзя делать. Пусть люди сами решают. Мне так кажется, что власти вообще в принципе не ожидали, что будет такой протест. Потому что вот 8 дней какие-то такие действия разбросаны, никто не понимает, что делать дальше. Как выйти из этой ситуации? Вроде проводят какие-то разговоры, которые ни к чему не приводят. Но такое ощущение, что просто не ожидали, что думали, как обычно, все получится. Но вот яркая демонстрация того, чьи интересы представляют там депутаты. Вот тот депутат, который сказал, что мнение граждан вообще не надо учитывать. Мне просто интересно, чьи интересы он там представляет. Это же депутат городской думы, об основе законодательного суда. Народное избрание. Поэтому вот смотрите, иногда даже ты понимаешь, что религия та же особо не для народа. Да, и власть там особо не для народа. То есть люди какие-то надстройки развивают самостоятельно, причем руководствуясь теми же интересами. А человек, он находится как бы в стороне, вообще не в поле зрения. И они так далеко от него сейчас уже улетают, что возникает вопрос, а как же так? То есть тот, кто планирует этот процесс, он должен был изначально проработать все детально. В том числе и процесс опроса, или референдума, или согласия. Если люди приходят туда с одной целью, с просьбой провести референдум, то нельзя не дать им этой возможности. Потому что всегда на Руси строили дорогу там, где возникала тропа. Так ведь это, да? Здесь то же самое. Но какая цена будет храму, если он будет построен на вот таких противоречиях? Я бы хотел очень сильно предостеречь всех от страстей. Сейчас эти страсти гуляют, так сказать, везде по любым признакам. Вот этот принцип «разделяя правь», он заряжает ту самую нечистую силу на то, чтобы сталкивать людей и на противоречиях создавать какие-то, так сказать, жестокие, страшные миры в ближайшем будущем. Мы это видим и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Поэтому хотелось бы очень предостеречь. Вот и порадоваться за наших соотечественников, поскольку у нас такой храм построен в Парке Победы. Это храм коррупции, это вот то здание, которое построила СССР. Но в данном случае эту землю отдавал им, если я не ошибаюсь, бывший, так сказать, представитель городской администрации или глава администрации. И у нас люди терпения и смирения, огромный запас. Но люди ведь тоже выходили, помните? Они выходили, но вот разницу ощутите. То есть наши люди, они понимают, что, так сказать, они более терпеливые, может быть, да, и смиренные. Потому что я вас уверяю, что все демоны попадут в ад, на самом деле, будут там гореть. А те люди, которые не будут уподобаться, будут стараться сохранить свой храм. В Писании написано «Храм в Тибет». И тот, кто его нарушит, тот, собственно говоря, углублятся в Писание. Помните, помните, храм строил Соломон? Что с ним произошло? Он был разрушен, но это самый великий и большой храм в истории. Почему? Потому что этот храм не был для Бога, он был для, так сказать, вот, вот, тщеславия, мягко говоря. То есть вы хотите сказать, что если люди не будут протестовать, то они будут терпеливее, смиреннее и попадут в рай? Нет, я хочу сказать, что те люди, которые творят беззаконие, однозначно попадут в ад. Вот это важно. И когда ты борешься с драконом... А кто творит беззаконие? Вот кто творит беззаконие в данном случае? Люди, которые вышли в этот сквер, полицейские, которые их останавливают и там бьют дубинками. Кто из них не прав-то в данном случае? Вот как раз мысль, которую я хотел выразить, она об этом говорит. Когда ты борешься с драконом, ты бойся уподобиться ему, это восточная мудрость, кстати говоря, важная, которая говорит о том, что если ты хороший человек и с плохим, так сказать, борешься, так не надо его бить ногами, я не знаю, нос ему ломать там и голову расшибать. Найди те методы, если ты, так сказать, человек, который против, найди ту возможность нерадикальную, которая выразит твое мнение, которая дойдет туда, где это будет услышано. Давайте сплочаться, это признак, да, давайте объединяться, обнять усилия, это признак. Но если мы будем, так сказать, брать камни и идти, и бить друг друга, это уже радикализм. То есть нужно выйти в сквер и молча, смиренно стоять. Почему? Вот есть грань, это грань вашей жизни, сегодня, вчера, завтра. Какая грань, вот где, как нужно себя вести? Азиз Ильевич, переводите. Разумно, вот, разумно. Значит, ну, я, когда Багир говорит, я его всегда понимаю, конечно, это не означает, что я всегда, как бы, принимаю и соглашаюсь с ним, и слава Богу. Потому что есть другие примеры, то есть, да, обычно, значит, что сильнее, профессионализм или непрофессионализм? В разрушении сильнее непрофессионализм. И поэтому не убить этот непрофессионализм, ну, это неправильно коренным образом. То есть, почему я сейчас говорю об этом? Вот результатом чего является этот протест? Результатом непрофессионализма. Если бы... Непрофессионализма властей? Властей непрофессионализма управления. Если бы город развивался по плану, а не по приходи отдельных олигархов местных или федерального значения, то ни у кого бы не возник вопрос, если бы по плану там был бы храм, и этот план давно был бы принят, прошел бы все слушания там и так далее. Да какие проблемы-то? Люди бы уже знали, что они уже это обсудили, это уже обсуждено людьми и принято было. Протесты были несколько раз. То есть попытка построить храм, она не единожды случилась. А тут у нас получается совсем другая ситуация. Тут, значит, ну еще раз говорю, видимо какие-то олигархи решили там, они считают, что они таким образом могут отмыть грехи или может быть свои какие-то интересы защитить. Да, и вот они решили. А потом они что? А при чем здесь люди на самом деле? Они твари дрожащие. Кто такие люди? Они даже не избирают. Помните наших пятисоточных депутатов? Пятисоточников, да? Сколько об этом было? Помните этих депутатов, по которым было масса вопросов, там этого не пускают, этого не допускают, у этого подписи там не те и так далее, и так далее. А разве в нашем городе не так происходит? Да вы тут можете протестовать, но вы нам мешаете своими протестами. Вспомните протест родителей там и так далее. Сегодня нужны деньги, сегодня надо там убрать лишних людей там и так далее. Но что сделал президент со своей командой, там увеличивая пенсионный возраст? Он наплевал на души российских граждан. Вот, кстати, про пенсионный возраст. Некоторые специалисты считают, что точкой вот отсчета этих протестных настроений стала именно пенсионная реформа. После чего люди стали воспринимать в штыки вообще все решения власти. Даже правильные они, неправильные. То есть, в принципе, уже негативное отношение к власти из-за этого. Ну, людей совсем так вот не надо, как бы, когда вот, я понимаю, что когда проплаченные там социологи, там, или государственные социологи, там, Федоров или кто-то там в интересах власти говорит, люди правильные идеи-то воспринимают. Правильные идеи. Не надо говорить, что после этого люди там. А неправильные идеи, конечно, не воспринимают. Извините меня, когда повышают пенсионный возраст людей, они не доживают и умирают. И по статистике, значит, 85% людей не доживают до нового пенсионного возраста. То это о чем говорит? Это говорит о том, что, ну, это лучше, чем пирамида Мавроди. То есть, с тебя деньги собрали? Мавроди-то хоть обещал, как бы, вернуть-то, а тут даже и не обещают. Супер пирамида. Деньги-то с тебя собрали, пообещали, типа, мы вернем, вернем. А на самом деле все знают, что ты умрешь к этому времени. Он говорит, слава богу, возвращать не надо. Ха-ха. Никому. Даже родственникам. Понимаете? И поэтому вот этот непрофессионализм, который мы видим везде, при этом непрофессионализм высоко оплачивается. Посмотрите, куча ошибок там Роснефти, а Сечин у нас по 5 миллионов в день получает. Посмотрите, мне было неприятно смотреть, значит, во время поздравлений Зенита с чемпионством, что Миллер вышел туда. Миллер на наши государственные деньги, финансирующие на наши деньги, на деньги граждан, из «Газпрома», финансирующие «Зенит», при этом, что наша «Динамо» умерла, детский футбол умирает, детский хоккейл Кировской области умирает, значит, Миллер выходит. «О, это супер! Зенит! Пятый раз стал чемпионом!» То есть, понимаете? Вот это вот, конечно, это страсти, я понимаю, но, как Багир говорит, чтобы страсти не захватили, да, мы себя... Азист Олевич хочет сказать, что мы живем в аду, и вам нужно очень внимательным быть, чтобы вот это же все для вас, это вся картинка, вот то, что он говорит, это все для вас, чтобы вы могли, так сказать, внутри либо получить тот стержень, который будет вам помогать в этой жизни, либо все-таки, так сказать, вы сорветесь на вот эти страсти и таким образом можете уподобиться тем ребятам, которые переходят грань. Слушайте, вы очень хорошо сегодня дополняете прям друг друга, мне кажется. Ну, смотрите, смотрите. Давайте сейчас перейдемся на одну минутку и после продолжим. Одну минутку. Еще раз здравствуйте, в эфире программа «Жорсовет» и сегодня мы обсуждаем протесты в Екатеринбурге. Скажите, пожалуйста, вот сейчас говорят о том, что Екатеринбург дал некий, такая ступень к дальнейшим протестам. Возможно, такие очаги будут появляться где-то в других городах, может быть, даже в Кирове. Как вы считаете, действительно ли он будет каким-то таким точкой отсчета? Ну, я хочу сказать, что, может быть, Екатеринбург дал, а может быть, еще раз непрофессионализм наших управленцев на всех уровнях. Нет, ну то, что надоело уже терпеть, люди стали выходить, это первый город, где вот так массово. Надоело имеет, то есть, когда чаша терпения, это чаша, ведь говорят, терпение, это чаша, его же надо наполнить, понимаете? То есть, когда наполняется, там, и уже не только там органы исполнительной власти, там, ну, у нас там, мало того, что там повысили налоги, при профицитном бюджете, ну, мы с вами обсуждали это там, да, то есть, можно при профицитном бюджете повышать налоги. Нет, это аморально, безнравственно, и это делает федеральная власть. Так мы, значит, устанавливаем на региональном уровне, значит, некий мусорный налог на людей, которые не обосновали, не просчитали. И кто-то мне тут даже пост прислал, значит, что там пособие на ребенка выдают там после трех лет 50 рублей, значит, в месяц, а за этого ребенка мусорный налог забирают 140 рублей. То есть, вы сравните, вот, как бы, это разве, ну, можно охватить каким-то сознанием? Или какой-то депутат Басюк, значит, которого лично знаю, у которого у меня было хорошее отношение, значит, выдвигается с законопроектом в областное законсобрание, там, отодвинуть демонстрации, там, от органов власти. Он приходил к нам сюда, тоже, на журсовет, и говорил, что у него прям благие цели, это он просто в соответствии с федеральной законодательностью. У них у всех благие цели, только почему-то они думают о себе в своем... То есть, благие цели в отношении себя у них, но не в отношении людей. Потому что, если бы у него были бы в отношениях людей, он бы приблизил этот процесс, протесты, еще на 50 метров, чтобы нулевое было, чтобы они слышали и видели, кто протестует, и подходили бы, и разговаривали бы с ними, если духу хватает смелости, понимаете? Поэтому вот такие вещи, когда вы говорите, что Екатеринбург запустил этот протест, и не Екатеринбург запустил этот протест, а непрофессионализм представителей власти. Но почему именно сейчас тогда это происходит? А чаша? Чаша, потому что, смотрите, в экономической сфере швах, бизнес не может работать. Значит, если мы в начале правления Путина имели примерно 16 миллионов представителей среднего класса, которые на уровне Европы и Соединенных Штатов жили, я помимо олигархов говорю. Олигархов я не считаю. Они берут из бюджета деньги, вывозят, обратно не вывозят. Вывоз капитала за первый квартал уже составил 25 миллиардов долларов. Кто их вывозит? Кто их вывез 25 миллиардов? Кто может без разрешения Центробанка 25 миллиардов или финансовых служб федеральных вывезти? Не знаю. У вас такое мнение, что мы на пороге гражданской войны. Ну, опять я бы боялся. Вы разогреваете? Нет, есть такое мнение. Он и так, так сказать, придумаете отдельную передачу с экономической основой, он вам обязательно расскажет. Просто сейчас вы провоцируете, я боюсь, что будет дальше. Ну, как вы думаете, Владимир, стоим мы на пороге гражданской войны? Я больше о другом беспокоюсь. Если, так сказать, возникает подобное волнение, то их однозначно, с точки зрения логики ГБ, что нужно чем-то тушить, а чем-то тушить это могут быть какие-то еще такие, так сказать, события. Но, мягко говоря, вот случилось, на самом деле запланировано. Вот я бы от этого как-то стерегал людей. Просто давайте еще раз. Все-таки люди, которые вышли, объединятся, обмениваться мнениями, выражать, так сказать, мнение в цивилизованной форме обязательно нужно. Но я бы предостерег от страсти. Потому что страсти, они как бы забирают жизни. Они творят беды, несчастья. Вот что такое революция, да? Ее задумывают романтики, исполняют фанатики, а пользуются плодами подлецы, понимаете? А это человеческие жизни. Это очень важный момент. Поэтому, наверное, в первую очередь нужно беречь себя. Вот каждому, кто вышел туда, пришел, вот нужно беречь себя. Вот себя, причем внутренне, даже не физически, а морально, чтобы ты был самодостаточным человеком. Относительно того, что копится в стране, это копится давно. Конечно же, это несправедливо. Я поддерживаю большинство тезисов Азиза Ильича. Просто вопрос в другом, что с этим делать. Но что тогда делать обычно людям? Не дай бог, знаете, вот сейчас большинство, так сказать, бабушек сидят и говорят, вот лишь бы не было войны. И вот крестец говорит, лишь бы не было войны. И в этом тоже есть часть правды. Выходить на улице, это как бы донести до органов власти свою позицию. А как, по-другому нужно делать? Дайте инструкцию. Вот мы выходим на улицу и доносим до органов власти. Он говорит, да вы что тут вышли? Ну хорошо, вышло 100 человек, потом вышло 200, потом 300. Он говорит, да что вы выходите, решение уже принято. Мы ничего там. Суд признает незаконным какие-то решения. Говорит, да нам что решение суда? У нас все уже как бы. Вопрос в том, что сделать, выйти не проблема, давайте выходить. Но вопрос в том, что потом-то, после того, как мы выходим, мы идем, там, эти же члены избирательных комиссий, наши соседи, друзья, родственники, там, готовы подделывать, подписывать, значит, там, избирательные бюллетени для того, чтобы там представители Единой России опять там подписать любые документы, там, прошли, закрывая глаза на нарушения, которые происходят во время избрания, там, тех или иных представителей от народа. Мы же говорим, о, вы же представители народа. Они понимают, что они не представители народа. Они понимают, что они представители либо тех, кто проплатил им избирательные фонды, либо тех, кто пропихнул их в списки. И нам надо так сделать, чтобы люди понимали, что не надо за деньги. Надо на совесть все время. На совесть. Ведь это тоже для тебя Это тоже грех Даже в тяжелой ситуации Вот тут я как бы с Багиром соглашусь Ведь мы в этой ситуации Сами себе копаем адскую яму Так мы уже в аду Глубоко влезаем Мы уже в аду Правильно? Мне кажется, каждому человеку нужно строить свои личные отношения с Богом И тогда даже в аду Ты будешь там подниматься в рай У тебя все будет хорошо Вот это важно Донести до людей Потому что когда вот такие страсти Происходят даже по признаку верования Потому что религиозная обрядность Она к вере имеет косвенное отношение На самом деле вера у человека должна быть внутри В сердце, в душе Я глубоко верю, что большинство людей Которые, может быть, даже не посещают к нам Они все равно веруют, верят Отношение с Богом должно быть личное Вот твои личные, прям ты и он Можно я все-таки вернусь к религиозной теме На светскую У меня последний вопрос Буквально, да Вот смотрите Руководство страны, власти Они же наверняка понимают, да Что ситуация накаляется И они действительно должны чем-то погасить Как правильно сказал Багир Какие это будут меры, по-вашему? Запретительные какие-то Вот каковы следующие действия власти? Самое первое, что обычно делается Подтягиваются, ну там кто-то называет космонавты Кто-то там по-другому То есть Росгвардия Уже там, да Значит, в некоторых местах местная Росгвардия Отказывается бить своих соседей, друзей, родственников И привозит тогда Росгвардию из другого региона Но это тоже рано или поздно закончится Потому что привезенная Росгвардия будет знать, что Его родственников, друзей, товарищей тоже будут бить А можно еще чем-то отвлечь внимание народа? Отвлечь внимание народа можно Теракт, да? Ну я бы, как бы, опять, это опять бесы и страсти Я уже, я бы молил, так сказать, Всевышнего Чтобы больше к этому не возвращаться Потому что, да, да, есть такие подходы И такие подходы используются Но я бы, отвлекающий Но я бы все-таки про это не говорил Самый правильный подход, грамотный подход Выстроить правильные, справедливые отношения С своим народом Ну я считаю, что у федерального правительства Компетенции не хватает в этом смысле И у местного тоже Не хватает, потому что образование у них совсем другое Потому что скоро Вот у нас даже, посмотрите, губернатор с погонами Вице-губернатор с погонами То есть нужно людей от жизни, которые с нами вместе работали Растили детей, ходили в один садик Значит, там где-то на заводах Посмотрите, что происходит, я вообще не понимаю Как управлять этой областью или городом Когда люди приходят со стороны Сразу влюбляются, так сказать, в нашу область Называют ее своей любимой там родиной И при этом большую часть времени проводят в других местах Не стоя удаленных иногда, кстати Да, да, да В местах не стоя удаленных тоже Так что имейте в виду Все, кто сейчас нас слушает Грамотежки А в каком состоянии эта грамотежка находится Результат разрушения образовательной системы в стране Но об этом мы с вами можем поговорить Как бы в следующей передаче Это уже будет следующая программа Спасибо большое, что пришли сегодня Ответили на наши вопросы Я напоминаю, что мы обсуждали протесты в Екатеринбурге Сегодня у нас в гостях был Азиз Хагаев И Багир Шарифов Помогал мне Надежда Ведерникова Меня зовут Екатерина Зубарева До свидания Референдум Редактор субтитров А.Семкин